Началась Мюнхенская конференция безопасности и, конечно же, Украина – это одна из главных тем, это сквозная тема всех дискуссий, потому что так или иначе вопросы продовольственной безопасности, вопросы экологии, вопросы торговли – все они упираются в конфликт, который требует своего решения. Год назад президент Путин вторгся в Украину, и наши союзники предостерегали от этого вторжения. Мы делились разведданными на этой самой конференции в Мюнхене и говорили, что президенту Путину нужно отступить от его намерений. Но он решил осуществить свои планы, и с тех пор мы наблюдаем самую жестокую войну в Европе со времен Второй мировой войны. О том, насколько Украина важна для мировой архитектуры безопасности, для всех сфер жизни, говорит и тот факт, что уже традиционно конференции такого уровня не обходятся без обращения президента Украины Владимира Зеленского. Нам нужно поторопиться, нам нужна скорость, скорость наших соглашений. Альтернативы скорости нет, потому что от скорости зависит жизнь. Любая задержка – это ошибка. Пока мы ведем переговоры, как усилить свою оборону современными танками, Кремль думает, как задушить Молдову. Пора ли для Украины стать полноправной частью Европейского Союза? Для большинства европейцев это уже не вопрос. Мы уже получили статус страны-кандидата. Мы уже готовимся начать переговоры о членстве. Мы уже объединены с европейской экономикой, логистикой и энергетикой. Нет альтернативы украинской победе, нет альтернативы Украине в ЕС, нет альтернативы Украине в НАТО, нет альтернативы нашему единству. Участники конференции, с которыми удалось пообщаться, возлагают большие надежды на Китай, который должен наконец-то занять более жесткую позицию по отношению к России, на которую он имеет огромное влияние. Мнение Китая – это одно из немногих, которое Россия не может игнорировать. Россия может игнорировать, что мы говорим, но Россия не может игнорировать, что Китай думает. А Китай уже сделал некоторое интересное заявление. Китай присоединился к Западу, сказав, что абсолютно невозможно для России даже рассматривать возможность использования ядерного оружия. И мы должны быть благодарны этому заявлению Китая. Это очень важно. И я очень рад, что Китай сделал это на очень высоком уровне. Это важно для нас. Это важно для Украины. Накануне конференции был опубликован доклад, и в нем говорилось, что западные либеральные демократии сумели дать достойный отпор России. Но пока, к сожалению, не все страны мира осуждают ее политику. Речь идет в первую очередь о странах глобального юга, и именно на них главный фокус. Война в Украине очень влияет на ситуации на юге, в Африке и другие страны, которые зависят от продовольствия из Украины и из этого региона. Так что сегодня, завтра, во время конференции по безопасности здесь, в Мюнхене, будут, естественно, говорить об этом. И когда мы можем показать, что мы едины, когда мы можем показать, что они часть международного общества, который противостоит агрессии России, это хороший знак для решения этой ситуации. Министр обороны Великобритании Бен Уоллес в эксклюзивном комментарии телеканалу Freedom рассказал о возможных сроках поставок танков Challenger в Украину. Я думаю, что когда закончатся учения, и мы будем уверены, что украинские силы получат их в правильное время и с правильными возможностями. Вы удовлетворены сотрудничеством с украинскими экипажами? Да, но учения еще продлятся. Путин должен получить чек за войну. Так считает спикер Верховной Рады Украины Руслан Стефанчук. Он сказал, что его главная задача здесь на конференции – это увеличение санкционного давления на Россию и получение новых видов оружия. Санкции, они должны перестать быть как новый выход айфона. Мы не должны ждать 10-го, 11-го или 12-го. Эти санкции должны быть раз и навсегда. Россия должна понять, что вести войну экономически невыносимо. Все, кто начал эту войну, они должны быть признаны международными институциями, виновными в ней. Они должны получить тюремные сроки, получить предписание о компенсации. Грубо говоря, Путин должен получить чек за эту позорную войну от всего цивилизованного мира.